Счастливая семейная пара. Что это такое? Вот я подчеркну слово пара. Вот если вы на улице видите много людей, они идут в разном направлении, но вдруг вы видите, что два человека, мужчина и женщина, они идут рядом друг с другом, как пара. Но, скажем, они поворачивают, переходят дорогу, но все равно они идут рядом друг с другом. То есть они, видно, что пара, они могут быть разного там роста, но все равно они стараются идти вместе. Там видно, что они обходят какие-то трудности, у них какая-то цель, если они в каком-то направлении двигаются, они уважают друг друга и приспосабливаются друг к другу. Это пара. Вот примерно так должна выглядеть хорошая семейная жизнь, когда супруги, они куда-то стремятся, у них какая-то цель есть, и они вместе идут в каком-то направлении, учитывая свои возможности. Они разные, но все равно они идут вместе. А вот в настоящей жизни очень часто бывает по-другому. Есть два человека в семье, но они не идут вместе в каком-то направлении. Вот они не задействованы этим. То есть они что-то другое делают в семье. Знаете, что делают многие сегодня? Супруги в семейной жизни дома, чем занимаются. Многие играют в шахматы. Это такая стратегическая игра, где муж и жена сидят напротив друг друга. Только они не в буквально шахматы играют для развлечения, а они играют словами в такие шахматы. Или создают себе такие разные условия, ведут такую игру, которая, ну, вначале это игра слов, но потом со временем это конфликт, это война уже. И есть потом жертвы, люди, которые страдают от этой игры. Кто-то побеждает, а кто-то нет. Это так, что начинается просто словами. Вот она мне сказала так и так. Ну, еще она мне так сказала. Ну, то теперь я ей скажу вот так. А потом она думает, вот он мне так сказал. А, ну, то я ему так отвечу вот. А потом подключаются еще другие, которые имеют опыт в этой игре. Например, там есть отец, мать, чёща там, скажем, бабушка, друг. Подключаются. Она тебе вот так и так сказала. Ну, слушай, ты теперь должен вот такое движение делать. Ты должен вот так поступить с ней. А потом она идет, советуется. А вот он мне так и так сделал. Ну, ты ему вот сделай так. И продолжается эта игра. Они друг с другом играют. Друг против друга. Конечно, там счастья не будет. Они увлечены этой игрой. Любая игра, она затягивает. И в принципе они добровольно вступили в такую игру уже давно-давно, много лет назад, когда только знакомились. Только тогда это было смешно. Это были просто словесные такие там безобидные, ну, не споры даже, а просто увлекательные такие разговоры, которые зачинули их. И они втянулись в такую словесную игру. Она потом с годами перешла уже в конфликт, в стратегическую игру. Потом в более опасные игры начали играть. Использовать, начали там агрессию, может, словесную агрессию. А может, действительно, в буквальном смысле, там уже они устраивают драки дома. Но начинается просто от каких-то... Нельзя сказать, что вот я не знала, что он такой. Потому что в этой игре кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Чаще всего бывает так, что муж, деспот, скажем, у него такая руна. А жена, она там жертва. И получается, она мучается в этом драке. Ему все нравится, потому что вот он имеет власть в семье. Он всегда прав и так далее. Только она чувствует себя всегда виновной. Что бы ни происходило, она всегда виновна. Она должна все делать, приносить ему там чаю на диване, там он отдыхает. Что-то он там сломает, он все равно так повернет разговор, что это опять через нее она виновна. И вот получаются такие роли. Сегодня это называется вампирами таких людей в семье. Или просто в жизни, когда мы таких встречаем. И есть даже разные виды этих вампиров. Так или иначе, для такой игры нужны два человека. Чтобы такая игра имела место, должна быть там тоже жертва. И, к сожалению, жена, она играет, продолжает играть эту роль жертвы. Хоть она страдает и больно, неприятно, но все равно она вошла добровольно в эту игру. Эта женщина и продолжает это делать. И сегодня специалисты, я замечу, они говорят, когда ты встречаешь такого вампира, который высасывает, выбивает твою кровь, лишает тебя энергии жизненной, ты несчастлива, скажем. Нужно такой брак или просто остановить, прекратить отношения, потому что бесполезно. Такого человека изменить нельзя. Конечно, я согласен, что других менять мы не будем, мы не в состоянии. Мы можем что-то помочь, попытаться подсказать, но не знаю. Но мы не можем повлиять на другого человека, что он точно поменяется. Мы единственное, что можем делать, мы можем увидеть самих себя, какую я роль играю в моем браке. Если мы по-честному посмотрим на себя и увидим, что я тоже в этом участвую. Даже если я женщина, я жертва, они более склонны задуматься, потому что они в этом браке очень сильно устают и с годами это невыносимая вот такая роль. Поэтому они ищут помощи, они начинают присматриваться этим ситуациям, советуются, узнают что-то. Но все равно нужно признаться, что вот такая жена, она в этом участвует, участвовала доброго, ну как? Никто ее не принуждал, она сама участвовала в этом. Вот первый шаг это признать себя в этом. Но потом что можно сделать? Если она поменяет супруга, просто остановить вот этот брак, прекратить отношения, это не решение, это не лучшее. Потому что она сама не поменялась. Если она вступит в новый брак, это будет точно такой же игрок. В такая же игра она и продолжится. Ничего нового не наступит, никакой счастливой жизни не будет. И такой есть опыт. Почему-то эти женщины вступают в новый, во второй раз, в третий раз, в брак и продолжается одно и то же. Они точно такие же мужей себе находят. Потому что это ее роль, она должна изменить свою роль, осознать какие она ошибки делает. Но в целом, сегодня знаете о чем мы можем поговорить? Только о том, что такие разговоры в браке, которые лишают нас сил, они похожи на какой-то спор и на спор, да? Никто из нас любого спора вести не должен. Это всегда бесполезно, смысла не имеет. Это лишает нас радость и сил. Это какое-то раздражение, утомительное. Поэтому чем быстрее мы увидим, что это спор, это бесполезный какой-то разговор, тем лучше. И мы должны его остановить. Просто перестать разговаривать. И тогда спор не существует. Для него нужны две стороны. И тогда тот второй игрок, он тоже остановится, потому что ему не с кем уже играть. А как мы можем увидеть, что это спор? Конечно, когда человек перебивает, не слушает нас внимательно. Или он меняет разговоры. Он всегда прав. Часто о себе говорит. Он критикует других, себя захваливает. Мы чувствуем себя неуютно. Нас это раздражает. И вот это, когда присутствует раздражение, это спор, который мы должны остановить. То есть мы иногда во время разговора, мы не можем как-то увидеть, почему вот две-три минуты человек, он вывел меня из себя. Мы даже не понимаем, как. Но вот наше настроение оно определяет. То есть неважно, о чем мы говорим. Но вот если внутри такой результат, значит это спор, и мы должны это останавливать. Ведем с человеком иногда нормальный разговор. Смотрите, он нас слушает, мы его слушаем, отвечает, он вынимает нашим словам. И мы чувствуем себя хорошо, уютно. Даже у нас могут быть разные взгляды на вещи. Мы можем разочистить с разными взглядами, но мы чувствуем, что это нормальный разговор. Он не раздражает нас. И вот это и есть разница. То есть это внутреннее наше состояние, оно будет определать, стоит продолжать разговор или нет. И в семейной жизни, если вы чувствуете, что ваши разговоры вас всегда расстраивают, лишают такого внутреннего мира, нужно их прекращать. Возможно в другое время ваш муж будет вести себя нормально. Побеседует и будете чувствовать себя хорошо. Может ему пройдет этот настрой. Возможно вначале он будет раздражен. Ему не понравится, что ему не с кем может играть. Но все равно трудно. Но это может заставить его задуматься. Может он начнет узнавать, почему такое, что меняется, в чем разница, что случилось бы в отношениях. Если жена не хочет с ним продолжать разговаривать и так далее, участвовать в этих словесных спорах. Но он будет вынужден делать какие-то изменения. Вы знаете, когда люди делают изменения в жизни? Когда им становится неудобно. Например, ты сел в кресло и там лежал какой-то предмет. Вначале сидится вот так, более-менее, но терпимо. Но через полчаса, час, когда нам становится очень неудобно, мы меняем, вытаскиваем этот предмет. Или меняем место, садимся в другое место. Потому что нам стало сильно уже неудобно в этом месте. Вот так и с людьми. Не нужно решать проблемы других людей. Иногда пусть они испытают последствия того, что они там наделали. Человеку, когда становится неудобно в новой ситуации, вот в этой ситуации, он начнет задумываться, делать изменения в жизни. Примерно так и в семейной жизни. Если вы перестанете с ним разговаривать, вести такой спор, его это будет раздражать, ему будет неудобно. Но, возможно, это будет повод задуматься. Хотите еще ему помочь, например, мужу? У него есть положительное качество? Он всегда умен, всегда его слово последнее. Он такой хитрый, остроумный там, да? Так скажите ему, потому что вы все делали дома. Вы, как жертва, конечно, как раб выполняли все его указания. Он просто сидел на диване. Не нужно быть вот такой женщиной, которая все делает. Попробуйте рассказать ему о своей трудности. У меня там проблема, ты помоги мне решить. Возьмите его с этой стороны шахматной доски на свою сторону. А напротив пусть будут жизненные проблемы. Может он включится в эту игру. Может вдвоем будете играть уже с жизненными ситуациями. Ты помоги мне решить вот эту ситуацию. Я не справлюсь. Ты же умный такой у меня. Я же знаю тебя. Ты поможешь мне решить вот эту проблему. Он включится в эти решения. Или сказать ему, знаешь, там надо пойти в какой-то офис решить вопрос. А там такой человек, мне так трудно с ним общаться. Ты можешь пойти решить этот вопрос? Ты, скорее всего, справишься отлично. Возможно, ему понравится, что жена хочет видеть в нем такие качества. И он начнет играть такую роль. Начнет решать проблемы. Использовать свои качества в стратегических ситуациях, когда это нужно. А не в спорах с женой. В домашней такой обстановке. И так давайте наблюдать за своей семьей. Какая там атмосфера присутствует. Какой дух. Как мы себя чувствуем. Какую роль мы играем. Если это какая-то роль и игра стратегическая. Нужно это останавливать. Это не будет счастлива семейной жизни. Это не пара, которая движется в каком-то хорошем направлении.